Всем привет! Рад приветствовать вас в очередном уроке, посвященном практикам цигун для оздоровления. Сегодня мы с вами разберем первое упражнение такого интересного комплекса, как бадонзинь, или цигун восьми кусков парчи. Итак, первое положение. Мы принимаем позицию у дзи джан джуана, о которой мы с вами говорили в прошлый раз. Прогиб убран, копчик подтянут, руки находятся внизу. И здесь столб можно немножко видоизменить. Мы поднимаем руки перед собой, как будто держим вот такой шарик. Этот шарик у нас направлен в область нижнего дантина, сюда. Руки находятся в таком положении. Мы расслабленно стоим, вытягиваемся макушечкой вверх, принимаем правильное положение. Все, как мы разбирали с вами в прошлом ролике. Здесь все максимально расслаблено. Согнутые колени, убранный прогиб, подтянутый копчик, вытянутая макушка. Шею расслабляем, вытягиваем вверх, макушечное усилие. Вот эта часть у нас расслаблена и вытянута вверх. Подбородок вытягиваем так, чтобы не было ни наклона головы, ни отклона назад. То есть вот эта зона полностью расслабляется, еще раз напоминаю. И макушка вытягивается вверх. Руки стоят в таком положении. Эту позицию мы можем принять с вами на несколько минут. И вот когда вы постояли несколько минут и почувствовали, что энергия у вас пошла как надо, вы почувствовали, что вам захотелось сделать движение, после этого мы начинаем выполнять первое упражнение. Это первое упражнение, оно нужно для чего? Для того, чтобы мы вытянули еще лучше с вами хорошенечко спину, растянули все связочки, сухожилия. И отличительной особенностью комплекса Бадуанзин является то, что он занимает немного времени. То есть когда вы его выполняете, вы можете выполнить его в течение 7-10 минут. И это отличная зарядка на весь день. Кроме того, прорабатывают все связки, сухожилия. Упражнения достаточно простые, но наполняют энергией очень мощно все тело. Не рекомендуется делать Бадуанзин перед сном, потому что эти упражнения достаточно неплохо возбуждают нервную систему. За счет того, что мы, при кажущихся простыми упражнениями, набираем большое количество, огромное количество энергии. Пропитываем ей все кости, связки, суставы, сухожилия, костный мозг. В общем, всю нашу внутреннюю структуру тела мы пропитываем энергией. Поэтому желательно делать эти упражнения по утрам, либо днем, когда вам нужно хорошенько заедиться и пропитать свое тело энергией. И проработать связочки, суставы, сухожилия. Первое упражнение, опять же, направлено на вытяжение нашего энергетического поля Чи Чан вверх. Поэтому оно основано на вытяжении вверх. Первый момент. И второй момент на вытяжении позвоночного столба. То есть вот то вытяжение, которое мы с вами делаем в столбе, оно уже мягко работает с позвоночником, оздоравливая его. И в этом упражнении оно еще усиливается за счет того, что мы вытягиваем всю структуру еще больше вверх, используя руки. Итак, разберем сейчас это упражнение. Руки находятся внизу, одна напротив другой. Мы как будто бы держим шарик. Теперь начинаем плавно выпрямлять колени. Руки соединяются, пальчики соединяются. И начинаем поднимать руки вверх, поднимая энергию вверх, внутрь тела. Разворачиваем руки на уровне грудной клетки вот таким образом вверх. И на уровне грудной клетки мы начинаем раскрывать грудную клетку, отклоняя голову назад. То есть мы как бы раскрываемся немножко грудью, разворачиваем руки, поворачиваем их ладошками вверх, смотрим вверх. Лицо у нас направлено туда, куда вытягиваются ручки. И в конечной фазе вытяжения мы лицо поворачиваем вперед. И вытяжение у нас идет уже над макушкой, шея здесь расслабляется. То есть мы когда раскрывали, немножко натяжение идет. А теперь, когда мы вытягиваемся вверх, лицо направлено вперед, макушечка направлена вверх, и мы вытягиваемся над макушкой. Вот в этот момент колени и локти почти выпрямляются. Но небольшое расстояние мы все-таки оставляем, небольшой изгиб, маленький такой. Ощущение должно быть, как будто вы выполняете с утра по тягушечке. Такое приятное, приятное вытяжение, растяжение всего тела. Отсюда начинаем делать выдох. Руки плавно расходятся в стороны, лопаточки немножко сводятся. Руки мягко-мягко начинают опускаться вниз, как будто мы вот здесь разорвали. Пальчики разорвали. И идет мягкое опускание вниз, мы как бы опять собираемся в центр. Собираем энергию в центр, в наш нижний донде. Собрались, опять взяли вот этот шайк. Мягко постояли, расслабились. Опять вдох, руки начинают подниматься. Разворачиваемся на уровне грудной клетки. Вытягиваемся вверх. Раскрываем грудную клетку еще больше. Лицо направлено на руки. Теперь лицо направлено вперед, макушечка смотрит вверх. Вытягиваемся хорошенечко вверх. Растянулись, расслабились. И отсюда делаем мягкое растяжение, раскрываемся в стороны. Растянули наше энергетическое поле вверх. Теперь собираемся к центру, опять собираем шайк. Выдох. И опять собрали вот этот шар. Опять вдох. Раскрываемся. Вытягиваемся вверх. Мягко. И выдох. Опять хорошее раскрывание. Руки сводятся вниз. И собираются в шайки перед животом. Как правило, упражнение выполняется шесть раз. Но если есть желание, вы можете делать его больше. Его можно выполнять как в составе комплекса Бадуанзинь, так и отдельно. И опять собираемся к центру сюда. Собрались. Взяли наш шайк. И опять чуть-чуть постояли в конце. Даже одно это упражнение уже способствует огромному набору энергии. То есть мы можем постоять столбом немножко с утра. Сначала желательно, конечно, размяться. О суставной гимнастике и упражнениях для различных суставов мы с вами поговорим чуть позже. Хотя на канале уже есть упражнения разминочные. Но, тем не менее, я сделаю еще один ролик для тех, кто занимается именно за здоровье. Потому что в том ролике, который был, упор делается больше на упражнения для ушу. И не все упражнения смогут там делать люди со слабленным здоровьем. Поэтому мы сделаем как-нибудь ролик с облегченными упражнениями для тех, кто именно хочет оздоровиться просто. И вот после этой разминочки желательно постоять столбом и поделать упражнения Бадуанзинь. И те упражнения, которые вы знаете, любые упражнения разминочные, вы можете делать, пока не вышел наш новый ролик. Итак, повторяем еще раз. Вдох, руки поднимаются до уровня грудной клетки. Раскрываемся, вытягиваемся вверх. Хорошее натяжение. Потягушечное усилие уже вытягиваемся над макушкой, лицо уже направлено вперед. И на выдохе раскрываемся, лопаточки чуть-чуть сводим, руки мягко, плавно опускаются вниз. Ощущение натяжения должно быть таким приятным. Должно быть ощущение такое приятное во всем теле. Мы очень сильно, хорошо очень набираем энергии во все тело. Энергии собираются у нас везде. В кости, в мышцы, в сухожилия, в нижний донтирен, во всю энергетическую структуру. То есть, когда вы хорошенечко поделаете эти упражнения, вы наберете очень много энергии. Итак, в планах у нас хорошо разобрать этот комплекс Бадуанзинь. Мы будем разбирать его не спеша, по одному движению за урок. Вот такой подробный разбор будет. Мы с вами будем их изучать очень постепенно. Сегодня мы с вами изучили какую-то теоретическую базу и изучили с вами практические движения. Теоретическая база нужна обязательно при практике цигуна. Если вы не изучаете теорию, не знаете, как действуют эти упражнения, эффект от них будет гораздо меньше. Поэтому вам нужно представлять, что вы делаете, для чего и почему. Итак, мы с вами будем делать ролики нескольких типов. Первый тип роликов, когда мы соединяем теорию с практикой. Второй тип роликов, когда мы возьмем уже одно вот это движение и поделаем его просто под китайскую приятную музыку, расслаблено, уже без объяснений, для того, чтобы те, кто хочет просто, узнав уже теорию, повторять эти упражнения, мог просто включить ролик и вместе со мной поделать эти упражнения. Сначала это будут маленькие промежуточные ролики, в которых мы будем делать по одному упражнению. Допустим, мы сейчас разобрали первое упражнение Бадуанзинь, сделаем ролик по выполнению этого упражнения, допустим, там какое-то количество раз, вы включаете этот маленький ролик и под музыку вместе со мной повторяете эти упражнения. Это для тех, кто потом не хочет самостоятельно делать, а хочет делать вместе с инструктором. Так некоторым людям действительно гораздо удобнее практиковать цигун. Второй вариант. Будут ролики с теоретическими обоснованиями, то есть там больше будет теории, чем практики. Но эти ролики также желательно смотреть, если вы планируете серьезно заниматься с вот этим нашим курсом «Цигун для здоровья», который будет выходить на нашем канале. И третий тип роликов – это когда мы будем делать уже полный комплекс. То есть когда мы доучим с вами комплекс Бадуанзинь, я сделаю ролик, где будет полное выполнение всех упражнений от первого до восьмого. И эти упражнения мы будем с вами делать вместе, уже для того, чтобы вы с утра могли включить это видео и вместе с этим видео поповторять все упражнения, которые входят в комплекс. Упражнения в комплексе Бадуанзинь можно выполнять как по отдельности, так и вместе во всем комплексе. То есть вы тренируете, выполняете разминку, стоите немножко столбом, потом выполняете упражнения Бадуанзинь. В данном случае сейчас вы выполняете только первое упражнение, но уже даже оно должно принести очень хорошую пользу вашему организму. В следующих уроках мы с вами планируем еще разобрать, кроме комплекса Бадуанзинь, который мы потихонечку будем не каждый раз, там раз в неделю проходить, допустим, одно упражнение, а через какой-то промежуток времени, потому что в промежутках будут еще ролики. Будут ролики, допустим, посвященные проработке различных суставов, как я уже говорил. То есть мы будем тренировать суставную гимнастику, но такую, которая не специализирована для ушу, а именно для оздоровительных практик. Будут отдельные упражнения, допустим, для поясницы, так как у многих людей проблемы с поясницей. Вы знаете, что у нас есть три заставы. Застава Вейлюи, копчика-кресовая зона вот здесь, застава Дзядзи между лопаточками и застава Юджини, фрейтовая подушка. Вот все эти три заставы отвечают за хорошую работу позвоночника. Если где-то у вас проблема с транспортировкой энергии по спине, то там возникают, как правило, проблемы с позвоночником. Неизвестно, что первично, энергетические проблемы или структуральные, связанные со структурой вашей спины. Скорее всего, все-таки структура спины играет первоочередную роль, поэтому мы с вами будем прорабатывать с помощью упражнений ЦИГУН также вот эти зоны. В том числе, допустим, у многих людей проблема с поясницей. Поэтому отдельный ролик будет по упражнениям для поясницы. Эти упражнения есть в ЦИГУН, и точно такие же упражнения многие есть в йоге. Поэтому, если вы увидите какое-то сходство между упражнениями йоги и ЦИГУН, не пугайтесь. На самом деле, все вещи, которые железно работают в любой сфере, они везде практически одинаковые. Потому что все настоящее, как мы уже говорили в одном из роликов, и как написано в книгах, допустим, того же самого Михаила Роттера. Очень интересные книги, кстати, по ЦИГУНу, по ушу. Ну, можете почитать. Так вот, все настоящее одинаково, все подделки различны. Поэтому те вещи, которые железно работают, они, как правило, имеют какие-то аналоги или полное даже повторение в других системах. И йога и ЦИГУН не исключение. То есть многие упражнения, которые есть в йоге, есть в цигун. Многие упражнения, которые есть в цигун, есть в йоге. Но это не значит, что эти две системы полностью идентичны. Есть много точек различных, но есть и много точек соприкосновения. Итак, я надеюсь, этот урок был полезен и интересен вам. Поэтому до скорых встреч в следующих уроках. Спасибо за внимание. Продолжение следует...